Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с ноября 2005 года. Почти 15 лет во главе государства, даже больше, чем Маргарет Тэтчер провела на посту премьер-министра Великобритании. Их часто сравнивают, и во многом они действительно похожи, расчетливые, серьезные, ироничные. Одно из разительных отличий, Тэтчер придавала много значения своему внешнему виду, а Меркель, напротив, демонстрировала абсолютное равнодушие к этому вопросу. Ее типичный комплект – жакет на трех пуговицах, прямые брюки, туфли или ботинки на плоской подошве. Скучные образы транслируют бережливость и постоянство, две вещи, которые немцы ценят в политике больше всего, пишет Роб Пьянг, автор книги Power Dressing, первые леди, женщины политики и мода. Ее имидж всегда воспринимался как адекватное отражение личности. Серьезной рациональной женщины, которая придерживается курса консенсусной политики и абсолютно равнодушна к критике своего стиля. Вопреки теории о том, что только талант в сочетании с тщательно продуманным публичным образом может привести к успеху, Меркель возглавляет рейтинг самых влиятельных женщин Форбс по итогам 2019 года. Своими бесконечными костюмами, не идеальной, скажем так, посадке, она транслировала только одну идею, у меня есть занятие поважнее. И это сработало. Ангела Меркель – женщина с очень специфичным чувством в стиле. Она знает, что ей нравится, и ей нравится то, что она знает, с Язвили Дейли Мэйл, пристально следящие за каждым выходом канцлера. Для иллюстрации вопроса, на сайте это спеклоклыкта-тртраджиди. Ее составлена большая таблица с одинаковыми жакетами Ангела Меркель разных оттенков по типу таблиц Института цвета понтоны. Подобным занимался в 2012 году Блумбок, они смонтировали сюжет 50 оттенков брючных костюмов Ангела Меркель. Шокирует здесь не разнообразие расцветок, а то, что модель жакета почти никогда не меняется. Это всегда одна и та же модель с тремя пуговицами авторства немецкого дизайнера Беттина Шонбах. Мало того, что Меркель носит один и тот же силуэт почти всю свою политическую карьеру. Она еще и не стесняется надевать на мероприятия одни и те же вещи с разницей в несколько лет. СМИ возмутились, когда сопоставили, что в 1996, 2002 и 2014 годах канцлер выходила в одном и том же кардигане. Сама она этот выбор никак не прокомментировала, но ее сторонники в Твиттере справедливо заметили, невозможно представить ситуацию, чтобы кто-то считал повторяющиеся костюмы мужчины-политика. Барак Обамов отходил 8 лет подряд в одном и том же смокинге, и если бы его жена Мишель на это не обратила внимания, никто бы не заметил. Карл Лагерфельд неоднократно критически высказывался по поводу стиля Ангела Меркель. В интервью журналу Germany's Focus он сказал, что канцлеру следует принимать во внимание особенности своей фигуры. Слишком длинные брюки, чересчур облегающие жакеты, кошмарные цвета. Все не так. Было его финальной оценкой. При этом Лагерфельд обмолвился, что мог бы дать Меркель несколько советов по поводу стиля, но каждый свой приезд в Париж она оказывалась для этого слишком занята. При всей прозаичности гардероба немецкого канцлера цитаты из него время от времени появляются на подиуме. В 2006 году немецкий дизайнер Вольфганг Йоап посвятил целую коллекцию Ангеля Меркель. Дни трала до лая вечеринок в саду закончились. В моду вошла практичность, резюмировал он. Йоап также добавил, что его вдохновляет сама личность Меркель, сильная и бесстрашная. Осенью 2018 года по интернету гуляли новости про Меркл Хипс. Так обозначили скульптурные жакеты Баленсиаго из осенне-зимней коллекции с подчеркнутой талией и будто бы накладными бедрами. Сам Демна Гвасалия, креативный директор бренда, этот термин не использовал, потому что это классический силуэт, который Крестобаль Баленсиаго создал еще в середине 20 века. Но сам факт того, что отсылки к образу Меркель сейчас ищут на мировых подиумах, говорит о том, что не самый изысканный стиль канцлера стал современной версией восьмидесятнического пауэр-дрессинг, в буквальном смысле слова пауэр.